Даже на красной дорожке один из главных артистов этого фестиваля, Павел Деревянко, не остался без подарка. Ему зрители вручили книгу Василия Шукшина. Дать волю творческую в Барнаул приехали несколько десятков актеров, режиссеров, поэтов со всей России. На Алтае начался знаменитый Шукшинский кинофестиваль. Красный цвет, калина красная, это настроение. Когда вижу губернаторов, артистов, такое ощущение, что весь Алтайский край включился в какое-то творчество, в созидание. Впервые после начала пандемии фестиваль в привычном формате, с гостями, дорожкой и ламповым просмотром киноработ. Открывает программу фильм «Мятный пряник» Андрея Карасова о том, как дети попадают в приют. Режиссер и сам был волонтером в детдомах и шесть лет готовил свое высказывание. Такого же явления, как детский дом, за рубежом практически нет. Оно есть только вот у нас в России, увы, к сожалению. Но тенденция идет к сокращению. В моем фильме очень многие найдут что-то для себя, внутри нотки какие-то. То, что заденет, то, что трепетнет. То, что заставит волноваться и потом немножко после фильма думать, 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 думать. Один из исполнителей главных ролей в «Мятном прянике» Иван Кокорин тоже на Алтае. Мне кажется, Василий Натальевич Шукшин в сегодняшний день как никогда актуальный. По очень простой причине. Потому что он любил человека. И вот захотелось рассказать о них и о других людях моего села. Мысль же такова. Это прекрасные люди. Красивые люди. Мне кажется, действительно, чтобы понять его фильмы до конца, нужно приехать сюда. И увидеть это своими глазами. Игорь на красную дорожку вбежал. Говорит, настолько его напитал наш воздух. Он представляет картину межсезонье о подростках, которые отстаивают свою любовь и правду перед всем миром. Нужно устроить революцию. Время строить! Все боятся. Кричат, что все плохо. Ходят на работу, которую не дают. Таких личностей, как Шукшин, сегодня в кинематографе очень не хватает. Но я уверен, что они появятся сейчас в сложные времена, в которой есть возможность для того, чтобы себя проявить как-то. Каждый делает свой выбор. Каждый должен вообще решать, как относиться к этому миру, к своей жизни, к тому, что ты несешь в этот мир. Фильмы будут идти в кинотеатрах Барнаула и Наукограда. В Бийске в пятницу пройдет встреча с Ириной Муравьевой, актрисой фильма «Москва слезам не верит». А сегодня в концертном зале «Сибирь» со всеми желающими пообщается актриса Олеся Судзиловская, которая неравнодушна к фигуре Шукшина. Первое – это стабильность. Мы всегда точно знаем, что можно и что нельзя. И это передадим детям. В этом мужчине с большой буквы это прекрасно видно и выражается. Это черта характера. И еще одна маленькая черта – давайте нам, друг другу, людям, мы все будем давать возможность на ошибку и возможность на искупление. Кинопрограмма и программа встреч продлится до конца недели. 23 июля в субботу все переместится на родину именитого земляка «Всростки», где и станут известны имена победителей 24-го Шукшинского фестиваля. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин, День с толком.